здравствуйте очень надеюсь что мои советы вам помогли и вы приобрели свою швейную машину что же с ней делать дальше для начала заправить было бы неплохо в инструкциях этот момент обычно очень хорошо расписан но все равно возникают сложности как говорят наши ученики инструкцию я полистала поняла что ничего не поняла давайте разбираться и так в комплекте у вас всегда есть швейная машина сама напомню что у нее есть корпус и ее главное устройство этот челнок кроме этого в комплекте у вас есть педаль давайте мы ее сразу подключим здесь же как правило располагается кнопка включения выключения вашей машины педаль наша ножная мы ее кладем на пол не рукой на нее давим и обязательно включаем машинку в сеть ну что ж пол дела сделано приступим уже к заправке сперва нам необходимо намотать ниточку на нашу шкурку она располагается здесь в челноке шпульном колпачке у этого колпачка есть язычок который мы на себя поднимаем и достаем и вот наша шпулька здесь находится только пожалуйста обратите внимание чтобы ваша иголочка находилась в верхнем положении не в нижнем иначе вы не сможете извлечь вашу шпульку обязательно включите вашу машинку иначе ничего не получится теперь нам понадобится ниточка вставляю ее на катушечный стержень дальше через нитенаправитель это такие две пружинки беру нашу шпульку у шпульки есть отверстие и в это отверстие как раз таки очень удобно ниточку нашу направить чтобы во время намотки за нее держать и теперь буду устанавливать нашу шпульку до шелчка дальше необходимо отодвинуть ее вправо на некоторых машинках нужно будет маховое колесо также вправо так отодвинуть этим самым мы отключаем иглу и она уже не будет двигаться во время намотки шпульки на некоторых машинках этого не требуется ну и дальше мы просто жмем на педаль только обязательно придерживайте вашу катушку иначе она может отлететь кому-нибудь в глаз или например в дорогущий объектив нашего видеографа ниточку вы можете наматывать до тех пор пока вам не захочется остановиться а если вы хотите до самого упора то машинка соответственно сама уже остановится вы это почувствуете сейчас я не буду этого делать затем отодвигаем влево нашу шпульку опять же возвращаем маховое колесо на место снимаем и обрезаем эту ниточку которую мы изначально заправляли в отверстие лучше бы прям так под корешок подрезать чтобы она не мешалась нам и теперь уже можно вставлять нашу шпульку шпульный колпачок вставлять мы будем таким образом чтобы нитка при этом шла по часовой стрелке где-то каких-то машинках это требуется где-то не требуется в любом случае в инструкции это должно быть написано вставляю примерно 10-15 сантиметров я должна ставить ниточки и кручу до момента когда вижу отверстие шпульном колпачке захожу в него затем веду следующее отверстие и заправляю нитку за эту пластину то есть она здесь фиксируется и таким образом можно регулировать ее натяжение ослабляя либо наоборот потуже затягивая вот этот винтик теперь обратите внимание на челнок здесь вы видите отверстие а у вашего шпульного колпачка есть крючок так вот это отверстие с крючком необходимо совместить до щелчка перейдем к заправке верхней ниточки обратите внимание на корпусе всегда есть такие стрелочки подсказочки они могут быть виде стрелочек могут быть пунктирные линии то есть всегда на корпусе есть что то что вам обязательно подскажет ну и в инструкциях это также разумеется все описано даже с иллюстрациями и так следуем за нашими стрелочками и подходим вот к этому крючочку он называется нити направитель мы за него должны зацепиться и что у нас здесь показано стрелочка вниз идем вниз и что мы видим здесь еще одну стрелочку подсказку она показывает нам что нам нужно обогнуть и пойти вверх идем теперь мы видим третью стрелочку здесь нам также показывается что нужно что-то обогнуть но что пока непонятно теперь нам необходимо покрутить маховое колесико на себя и показывается еще один нити направитель иногда он так хорошо показывается а иногда находится на уровне корпуса нашей машины так вот через этот направитель нам и нужно перебросить нашу ниточку так чтобы она оказалась в отверстие и снова пойдем вниз здесь мы видим нашу четвертую стрелочку она также показывает что нам необходимо идти вниз здесь мы видим крючок заходим за него и затем уже рядом с иголкой также есть крючок и мы через него также перебрасываем ниточку теперь будем заправлять нашу ниточку в иглу но для того чтобы это сделать с первого раза я советую вам подровнять кончик причем подровнять его наискосок так кончик будет тоньше и намного легче войдет вашу иглу заправлять будем от себя и и немножечко придерживаю ниточку затем направляю нашу ниточку под лапку и назад на многих современных швейных машинках сейчас есть устройство которое позволит вам заправить ниточку в углу без особых усилий вот она опускаем его вниз но для этого я разумеется вытащу нитку из иглы ниточку цепляю за крючок затем подвожу рядом с иголочкой за еще один крючок и поднимаю устройство вверх у меня образовалась петелька я за нее тяну и таким образом ниточка у меня оказалась в иголочке наша верхняя нить сейчас находится на игольной пластине вот это вот металлическая штука и есть игольная пластина и теперь нам необходимо сделать так чтобы и наши нижняя нить тоже находилась на игольной пластине мы ее подковырнуть сверху здесь никак не сможем мы сделаем вот что возьмем за верхнюю ниточку и будем маховое колесо крутить на себя до полного оборота пока иголочка снова не окажется верху теперь потянем за ниточку игольную у нас появляется петелька эта петелька и есть наша нижняя ниточка теперь необходимо ее подцепить и она также оказывается на игольной пластине направляем их обе назад мы сейчас заправили машинку с вертикальным видом челнока сейчас покажу как сделать то же самое на машинке с горизонтальным типом челнока здесь заправка и верхней нити также нет никаких проблем все показано на корпусе причем пунктиром здесь показано как необходимо заправлять при намотке на шпульку а сплошной линии показано уже как мы заправляем нашу верхнюю ниточку и так делают так как показано на рисунке затем спускаюсь вниз здесь мы видим вторую стрелочку которая нам показывает что необходимо продолжить спускаться вниз спускаюсь и вижу здесь третью стрелочку которая нам показывает что необходимо обогнуть нити направитель и подняться вверх и так мы вверху и здесь 4 стрелочка опять же показывает что необходимо что-то обогнуть это что-то мы приподнимаем при помощи махового колеса перебрасываем нить через нити направитель заправили и теперь идем снова вниз вот у нас стрелочка под номером 5 нам это показывает как правило рядом с иглой есть крючок который также нам необходим мы в него также заправляем нить и затем будем уже заправлять нашу нить в иглу тут также есть специальное приспособление которое нам поможет для этого игла должна быть максимально верхнем положении иначе ничего не получится цепляем за крючок и и двигаем наше приспособление как видите заправка верхней нити практически такая же очень похожа а нижняя нить имеет уже свои особенности челнок у нас здесь горизонтальный открываем и здесь есть рисуночек как необходимо расположить вашу шпульку так чтобы заправка было действительно правильно вставляем и ориентируясь на стрелочки и на картинку которая у нас здесь на корпусе можно все даже легко и просто заправить идем по первой стрелочки затем последующей стрелочки и дальше что смотрю на картинке под пунктом 4 вижу что здесь необходимо ниточку нашу подрезать вот она обрезается теперь закрываю и опять же наша нижняя ниточка должна оказаться на игольной пластине беру нашу игольную нить маховое колесо опять же кручу на себя до полного оборота тяну за нашу игольную нить и появляется маленькая ниточка челнока вытягиваю ее немножечко по длине и направляю назад я надеюсь вы справились с задачей заправки машины также хорошо как и я и можете уже гордиться собой я абсолютно серьезно для многих это уже огромный подвиг